И вот в йога-сутрах Татанджали рассказывает о пяти видах ума, то есть в зависимости от того, насколько вот эти три вещи влияют на ум, ум может находиться в пяти состояниях. Я просто вот ради интереса вам расскажу, что пять состояний ума есть, и из них три, то есть два, это человек вообще в состоянии стресса постоянно находится, третий, это такой стресс, смешанный иногда со спокойствием. И давайте я вам покажу, то есть первый такой у нас человек есть, это называется состояние кшикты. Это человек, который совершенно не контролирует свой ум, то есть этот ум в состоянии, вы знаете, что такое гуми природы? Гуми природы. Вот это вот страсть и невежество вместе. Активная глупость, агрессивное невежество. То есть человек полностью не контролирует себя, здесь несколько примеров, которые можно привести. Полная сосредоточенность на своих желаниях и эмоциях, и при этом эти эмоции и желания постоянно, постоянно меняются. Это можно сравнить с пьяным человеком. Пьяный человек, когда он еще не в лёжку, а когда он так как-то начал только этот процесс, и он, с одной стороны, активным становится, но при этом он постоянно не может остановиться. То есть он то здоровается, то прощается, то знакомится, то не хочет видеть, то есть полностью не контролирует себя. А вот аутизм, аутизм это такое состояние тоже, когда сменяется, ну, такая заболевание, или как это называется, когда сменяется неконтролируемая сменяется эмоция. То есть постоянно уже такой вот, есть такой опыт, да? А вот. И еще какой пример можно привести, это когда вы приходите с работы, и вам хочется как-то расслабиться, включаете компьютер, заходите в соцсети, или просто какой-то сайт открываете, и кликаете с одного сайта на другой, и уже понимаете, надо уже спать ложиться, спать надо ложиться. А не можете остановиться. Уже вот просто не контролируете эту вещь, и проходит час, полтора, два, и вы просто прыгаете из одного сайта в другой, смотрите то, зачем-то сюда, зачем-то вот это. Вот это состояние кшипты, то есть он вообще нас не слушается. Вот этот человек в состоянии стресса постоянно. Что бы вокруг ни было, ему плохо. Ему плохо.